Кажется, становится понятно, как видоизмениться семейная ипотека. Нам в редакцию написала пресс-служба девелопера Seven Sons и заверила, что уже совсем скоро компания введет в эксплуатацию два жилых комплекса в Москве. Около 70% риэлторских услуг оказываются в теневой зоне. С безобразием, творящимся на рынке, Кошелев предлагает бороться. Это риэлторский дозор. Все, мы идем с урока. 3 миллиона 310 тысяч рублей – средняя стоимость машиноместа в Москве по итогам первого квартала 2024. 3 миллиона 300 тысяч, друзья. Всем привет! Это новостроймон с целой тележкой горячих новостей о рынке недвижимости. На повестке дня, обновления по семейной ипотеке, черные риэлторы и попытки вывести их из сумрака, новый проект небоскреба в Москва-Сити и возможная застройка рябовской мануфактуры. И по традиции небольшая просьба от меня лично. Поставьте лайк нашему видео прямо сейчас, чтобы алгоритмы YouTube понимали, что мы делаем хороший контент и он стоит того, чтобы рекомендовать его новым зрителям. Благодаря вашей поддержке, друзья, наш последний ролик с новостями набрал 2000 просмотров, что для такой узкой темы, как недвижимость – отличный показатель. Продолжайте поддерживать нас, и мы вместе сделаем рынок недвижимости более понятным. Ну все, погнали к новостям. Seven Sons Development ведет в эксплуатацию два проекта в Москве – пресс-служба. Начнем сразу с горяченького, друзья. 19 апреля нам в редакцию написала пресс-служба девелопера Seven Sons и заверила, что уже совсем скоро компания введет в эксплуатацию два жилых комплекса в Москве. ЖК «Светлый мир в стремлении к свету» планируют сдать до конца апреля 2024 года, а это уже через 7 дней. А ЖК «Сказочный лес» до конца третьего квартала 2024. Ей-богу, сдача этих проектов в эксплуатацию – второе по важности желание нашей команды. Если это произойдет, мы будем очень счастливы. Но я не могу не отметить, что девелоперы часто обещают то, чего выполнить не могут в порыве обелить свою репутацию. Надеюсь, что это не тот случай. Недвижимость – зло для свободы и работы? Все вы, конечно же, слышали о свежем интервью основателя Телеграм Павла Дурова, журналисту Такеру Карлсону. И пока весь интернет обсуждал, что же там за стулья стоят на заднем плане, мы отметили другое – позицию Павла по отношению к недвижимости. Он открыто заявил, что не покупает квадраты, чтобы не потерять свободу, не привязываться к месту и не отвлекаться от работы. Вот цитата. «У меня нет ни недвижимости, ни самолетов, ни яхт. Для меня приоритетом номер один является моя свобода. И как только вы начнете покупать вещи, это привяжет вас к текущему местоположению. Я хочу оставаться сосредоточенным на Телеграм, но я знаю, что если я куплю дом, самолет или что-то в этом роде, буду тратить время, пытаясь сделать их красивыми». Очень интересная риторика, скажу я вам. Я в последнее время вот все чаще думаю о феномене дома. Нет, не самих стен, конечно же. От его теплого ощущения, которое дарит владение недвижимостью. Поэтому мне очень интересно, а вы бы могли отказаться от собственного дома ради свободы? Напишите в комментариях, я читаю их лично и обязательно вам отвечу. Проясняются нюансы продления семейной ипотеки. Ну что, кажется, становится понятно, как видоизмениться семейная ипотека. Напомню, что в феврале Владимир Путин заявил о ее продлении до 2030 года, использовав очень интересную формулировку. «Программа семейной ипотеки действует до июля текущего года. Предлагаю ее продлить до 2030 года, сохранив основные базовые параметры. Особое внимание уделить семьям с детьми до 6 лет включительно. Для них льготная ставка кредита останется прежней – 6%. Тогда мало кто заметил, что последние две фразы как будто говорят нам о том, что сниженная ставка в 6% будет только у семей с детьми до 6 лет. А для тех, у кого птенчики старше, видимо, ставка будет совсем иной. Мало кто придал значение и акценту на основных базовых параметрах. Но мы с вами все заметили и гадали, какой же будет продленная семейная ипотека. И вот на Медне появились первые сообщения. Источники известий, близкие к Минфину, рассказали, что в числе вариантов, обсуждаемых при разработке предложений, повышение ставки до 12% для семей с детьми старше 6 лет. Считается, что выбранный процент позволит отсечь заемщиков-инвесторов. В общем, как мы с вами и предполагали, ставка ползет вверх. Осталось дождаться информации о том, какой будет максимальная сумма кредита и каковы окажутся новые требования к семьям, претендующим на льготную программу. Например, будут ли попадать под семейную ипотеку семьи с детьми, рожденными в 2024 году и позже. Черным риэлторам выйти из сумрака. Первый зампред Комитета Госдумы по строительству ЖКХ Владимир Кошелев, конечно, не Антон Городецкий. Но, оперируя кучей циферок и данных, он достаточно резко приказал риэлторам выйти из сумрака. По его данным, около 70% риэлторских услуг оказываются в теневой зоне. Число жертв черных риэлторов растет. Ежегодно обману подвергаются 7-8 тысяч человек. Объем рынка риэлторских услуг примерно 136 миллиардов рублей. А годовой объем доходов черных риэлторов более 120 миллиардов рублей. С безобразием творящимся на рынке Кошелев предлагает бороться. Нет, не мелом судьбы. И не светлым вмешательством до второго уровня включительно. А все теми же мерами, которые не раз уже озвучивались. Созданием реестра риэлторов, введением аттестации и системой контроля. Новая инициатива, по сути, одна. Кошелев предлагает назначить контрольно-надзорным органом за риэлторами со стороны государства Росреестр. Правда, ведомство от этой почетной миссии уже почти отказалось. Как все обернется, совсем скоро узнаем. Владимир Кошелев пообещал уже в текущем году предоставить на рассмотрение законопроект о регулировании деятельности агентов по недвижимости. В общем, это риэлторский дозор. Все, мы идем с урока. Будущим покупателям недвижимости на Патриках это знать обязательно. Патрики становятся все более и более закрытым и интересным местом Москвы, друзья. Судите сами. Сразу несколько необычных инициатив на медне засветились в сети. Ну, во-первых, депутат Султан Хамзаев предложил главе МВД организовать из местных жителей народные дружины, чтобы те занялись патрулированием улиц и боролись с шумными авто и их владельцами, мешающими населению. Причем автомобилисты, судя по всему, не на шутку разозлили господина Хамзаева. Настолько, что он предложил конфисковывать машины у злостных нарушителей тишины элитарнейшего кластера столицы. На фоне этого заявления обитатели Патриков предложили создать в районе полицию моды, подчеркивая, что их нежные взгляды режут совсем не нежные образы некоторых модников, гуляющих по здешним улочкам. Чем образы этих прекрасных молодых людей так оскорбили жителей Патриарших, я не знаю. Но напомню, что если глаза что-то режут, стоит их просто отвести. Например, в книгу. Правило хорошего тона в этом случае. Отличный вариант. В общем, если вы подумываете о покупке или аренде квартиры в этой локации, помните, здесь вас ждет множество сюрпризов. Архитектура превыше всего. А вот глаза главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова кажется, совсем скоро ничего резать не будет. Власти Москвы меняют порядок согласования архитектурных концепций и девелоперских проектов. Теперь они станут неопъемлемой частью пакета документов, разрешающего начать строительство. Сейчас идет работа над регламентом процедуры. Но общий принцип таков. Чтобы получить технико-экономические параметры для объекта, девелопер должен сначала предоставить архитектурную концепцию. Концепция должна быть максимально детальной, с 3D-моделью, которую можно интегрировать в цифровой двойник города. Решения по таким параметрам девелоперских проектов, как площадь, высотность и плотность, власти будут принимать, исходя из архитектурной концепции. Если концепция будет меняться, то вслед за ней могут быть пересмотрены и технико-экономические показатели. От такого поворота событий застройщики не в восторге. По их данным, из-за нового порядка утверждения проектов вырастут и сроки согласований, и себестоимость жилых и нежилых комплексов. В общем, ждем очередного подорожания новостроек, друзья. Ну, зато Сергей Кузнецов будет спокоен. Удивительные метаморфозы One Tower. Душевного равновесия главному архитектору столицы, возможно, добавит и свежая концепция небоскреба One Tower в Москва-Сити, которую разработал, по слухам, сам главный архитектор. Вот это поворот! Нет, ну все верно. Хочешь сделать хорошо – сделай это сам. Вместо запланированного ранее занимательного утюга, как будто планируют построить мертвую петлю. Мне нравится. Главное, чтобы проект уже, наконец, сдвинулся с мертвой точки. Ведь впервые о нем заговорили еще в 2015. В 2019 заверяли, что в 2024 небоскреб будет сдан и станет одним из самых высоких в Москве. В нем будет 100 этажей и 443 метра высоты. Но вот мы в 2024, а на площадке лишь ветра и слухи. Есть что сказать? Пишите в комментариях. Мне очень интересно ваше мнение. Первичка против вторички. Поговорим о разрыве цен. Но спустимся с темес на землю. Колоссальную разницу цен на первичном и вторичном рынке жилья Москвы заметили аналитики Домклик. В Тверском районе средняя стоимость первички зафиксировалась на уровне 1 856 000 рублей за квадратный метр, а вторички на уровне 663 000. То есть разница составляет аж 1 193 000 рублей. В хамовниках за квадратного строя придется отдать в среднем 1 841 000 рублей, а за квадрат вторичного жилья 1 120 000. В общем, тут цены разнятся на 721 000. Ну и так далее. Полный список районов с пропастью цен мы выведем на экране. Выглядит, на первый взгляд, устрашающе. Но если присмотреться, то окажется, что такая колоссальная разница наблюдается в основном в тех районах, где большой жилой фонд домов бальзаковского возраста и крайне скромные объемы новостроек. Причем, если говорить о лидерах, то это еще и центральные районы Москвы, где все новостройки, как на подбор, уникальные, со сложной архитектурой и наполнением. Но вообще разница цен первичного жилья и вторичного по России по-прежнему серьезная. В среднем 44%, в то время как нормы считаются лишь 10%. Цены на машины места показали класс. Плюс 25% к стоимости всего за один квартал. Такими темпами цены растут на машиноместа. Если, конечно, верить данным столичного Росреестра. 3 310 000 рублей. Средняя стоимость машиноместа в Москве по итогам первого квартала 2024. 3 300 000, друзья. Это почти на 25% больше, чем в четвертом квартале 2023. С чем это связано, спросите меня вы. Эксперты отмечают два фактора роста. Во-первых, растет себестоимость строительства подземных квадратных метров. Во-вторых, инвесторы начали активнее вкладываться в этот тип недвижимости. Ну что ж. А я еще помню те времена, когда меня шокировала цена в 500 000 рублей за машиноместа. Какая же я старая, господи. Точно в срок должны завершиться программы льготной ипотеки. Таково мнение Минфина. Исключением из этого правила станет только семейная ипотека, которую мы обсуждали ранее. Соответствующее заявление сделал директор департамента финполитики ведомства Алексей Яковлев. Проще говоря, в Минфине считают, что госпрограмма для IT-специалистов обязана помахать рукой в конце 2024-го. А ипотека на новостройки под 8% уйти в историю к июлю. В общем, судя по данной риторике, последние вагоны еще ждут желающих. Или вагоны все же не последние? Как думаете, что происходит? Это прогрев перед очередным продлением программ или будет реальный стоп? Перестановки в MR Group. А в девелоперских компаниях продолжаются изменения. Очень интересно, но Виктор Лобустко, один из основателей MR Group, продал свою долю в компании. Ранее ему принадлежало почти 43% акций в головной структуре застройщика. Теперь они отошли экс-председателю управления Москоммерцбанка Алексею Гадаванцу. Виктор Лобустко также вышел из совета директоров группы. Второй сооснователь девелопера Роман Тимохин сохранил свое участие в компании в полном объеме. Однако напрямую ему принадлежит совсем небольшой пакет акций. Что это за такие изменения в составе акционеров? Техническая ли это сделка или нет? Вопрос открытый. Виктор Лобустко всегда был очень непубличным, но влиятельным человеком. Так что очень интересно, с чем же мы имеем дело? Не веселая новость о Level Group, а точнее о его владельце Вадиме Машковиче. Его могут признать иноагентами. Аргументов несколько. Во-первых, одна из компаний, связанная с ним, до сих пор не поменяла юридическую регистрацию на российскую и находится в недружественной стране, а именно на Кипре. А во-вторых, есть вопросики к его высказываниям в суде Евросоюза в ходе слушания дела о снятии с Машковича санкций. Пожалуй, оставлю эту новость без комментариев. Стартов продаж нет. Да, друзья, так бывает. С момента выхода нашего последнего новостного ролика ни одного старта продаж не случилось. Хотите следить за новостями недвижимости оперативно? У нас есть телеграм-канал, который освещает рынок нон-стоп. Ссылочка в описании. Зато прилетели новости о том, что Capital Group приглянулась рябовская мануфактура. Не хотелось бы устраивать панику раньше времени, но Capital Group может поучаствовать в застройке территории со всеми вытекающими последствиями. Факты пока следующие. Мэрия Москвы выпустила градостроительный план земельного участка для почти двух гектаров в Холодильном переулке. Заявитель по проекту ООО Capital Group. Согласно документу, в Холодильном планируется строительство административно-делового комплекса без увеличения площадей текущих зданий. Факты есть факты, а Capital есть Capital. По мнению экспертов рынка, девелопер может договориться как об увеличении площади застройки, так и о смене формата проектов. Согласно их оценкам, на территории реально возвести жилой комплекс бизнес-класса на 50 тысяч квадратных метров или же растянуть офисник до 60-70 тысяч квадратных метров. Грозит ли имеющимся постройкам снос или изменения до неузнаваемости? Вопрос открыт. Но наша команда очень переживает за судьбу рябовской мануфактуры. Мы просто влюбились в это местечко, когда снимали фильм о Даниловском районе. Посмотрите, если упустили. Это самая первая наша работа на YouTube. На этом сегодня все. Если выпуск был полезным и интересным, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. А если нет, пишите, что же не так. Мы все прочитаем и сделаем выводы. Поцелуи сердца. Ваш новостройман. О недвижимости с любовью. Поцелуи сердца. Поцелуя сердца. Поцелуя сердца. Поцелуя сердца. Поцелуя сердца.